МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже 30 июня в дальневосточной столице пройдут ежегодные городские соревнования погребли на драконах. В чем специфика этого вида спорта, чем он полезен и как объединяет разных людей в сообщество с одними ценностями и целями, расскажем в этом выпуске. Даже в такую хмурую погоду клуб «Тигры Владивостока» тренируется перед соревнованиями. Ну а я впервые вообще села в лодку, думала, что сяду в лодку дракон, дракона перед собой я не вижу, ну и ладно. Так, что мы делаем, что мне делать? Тут надо не бояться, возьмите руки, весло. Как, вот так вот? По этому принципу. Да, берем. Ага, вот так вот. Да, можете опереться лопастью в оббор, чтобы почувствовать вот это натяжение руки. Мы гребем с вами спиной, а не руками. Соответственно, вот как вы обборка перлете, вот так же вам надо сделать натяжение. Да, вот эта нога идет вперед. Вот так вот. Немножко поглубже. Потихоньку. Лопасть должна быть погружена полностью в воде. А я вот заметила, когда за вами наблюдала, что вы же не просто в разнобой, что у вас темп определенный. Как вы его вообще ловите вот этот совместный? Синхронно. Да, синхронно. Как у вас так получается? Вот мы с вами заберегнули, да? То есть мы должны вместе вставлять лопасть в воду, то есть делать одновременно гребок. А команда уже под нас подстраивается и все. И для этого и проводятся тренировки. То есть мы привыкаем друг к другу, у каждого тут свое место. Есть рулевой, как мне объяснили, он стоит сзади. Да. У нас в случае рулевой, он же тренер Олег Петровский, мастер спорта. Он нас подготавливает к соревнованиям. А барабанщик что делает? Музычку просто, так, чтобы повеселее было или какая-то определенная роль у него? Определенную роль он смотрит под гребок, в первых загребных и задает темп, чтобы у вас вышла вся команда. Мы побывали на тренировке спортивного клуба «Тигры Владивостока». Именно они стали родоначальниками гребли на драконах в России. В 1998 году наши приморцы, владивостокцы, поехали на соревнования в Китай. Клубом нашим выступили, заявили призовые места и стали развивать данную дисциплину здесь. И потом подхватили наши ребята. Принцип простой – 10 гребцов, рулевой барабанщик. На соревнованиях лодка еще добавляет себе голову, дракона, хвост, но на тренировках это не используется. Профессиональные тренеры учат гребли с нуля и объединяют совершенно незнакомых людей в одну дружную команду. Наш вид спорта прекрасен тем, что занятия на свежем воздухе. Солнце, воздух, вода – наши лучшие друзья. Люди собираются, у них есть общая цель, общий интерес. Они проводят время качественно, занимаясь спортом на открытом воздухе. Девиз один – гребля делает тебя лучше, и гребля – это космос. Уже 12 лет администрация города Владивостока проводит любительские соревнования. В этом году мероприятие будет проходить, в отличие от прошлогодних заездов, не на спортивной набережной, а в парке имени Лозо, станция Санаторная. Зарегистрировано уже более 20 команд. На прошлой неделе мы провели предварительную жеребьевку, и уже есть понимание, кто с кем будет находиться в одной лодке. С 1 июня начался тренировочный процесс под руководством профессионального тренерского состава. Если у вас появилось желание стать частью сообщества гребцов города Владивостока, вы можете прийти на Озеро Юность, найти одну из тренирующихся команд, и они расскажут вам всю информацию. А с вами были Диана Иванова и Игорь Болтов. Будьте на спорте! Субтитры подогнал «Симон»!